Микс Ньюс. Доброе утро. У нас в гостях сегодня экс-директор Центра исследований восточно-европейской политики, эксперт внешней политики, политолог Андрис Кудерс. Доброе утро. Доброе утро. Ну и мы, наверное, начнем, может быть, сразу действительно с того, есть ли у Латвии, может быть, такой философский вопрос, своя вот, своя внешняя политика, учитывая то, как мы сейчас тесно завязаны с Европейским Союзом и также с нашими партнерами Соединенные Штаты Америки, может ли Латвия как бы говорить о том, что у нас есть своя какая-то линия, которой мы придерживаемся? У нас есть своя линия, которой мы придерживаемся, но, конечно, в каких-то вопросах маневры не такие свободные, как были раньше, да, до вступления в НАТО и Европейский Союз. Но мы хотели этого, мы хотели, чтобы, например, в общении с Россией, чтобы наш голос был более весомый, громкий, и для маленькой страны, да, это почти невозможно. И чисто по теории тоже, что могут делать маленькие страны на международной арене, международной политике, они должны делать блоки с другими странами, иначе они просто не могут отставить свои интересы. Потому что их тогда большие звери съедают. И наш блок, наш клуб, это два клуба, это НАТО и Европейский Союз. В отношениях с Россией мы выиграли, конечно, и чисто по твердой безопасности, такого волнения нету. Я только могу представить, что было бы, если было, если Латвия не вступила бы в НАТО. Мы смотрели, например, на войну в Украине, и думаю, тут волнение и стресс был бы вообще на другом уровне, был бы. Но и в этом смысле, если мы сейчас оцениваем, что случилось после 2004 года в нашем регионе, и если мы смотрим, что делала Россия, то наш выбор был правильный, да, мы делали правильно. Но в чём вы правы в вашем вопросе, да, в каких-то других вопросах, из-за того, что мы хотим, чтобы нам помогали в том, в чём наш интерес, например, отношения с Россией и другие вопросы, тогда, да, мы блокируемся с ними, и мы в каких-то вопросах не будем бежать перед поездом, из-за того, что нашим партнёрам какие-то другие интересы, я не знаю, например, в отношениях с Северной Африкой и так далее. Ну, может ли, вот вы упомянули маленькие страны, у которых не особо выбор есть, да, и если на весы, на чашу весов ставить, то, наверное, для нас выгоднее, это НАТО и Евросоюз, но при этом, например, Эстония, которая, как правило, всегда пример ставит, и в этом плане тоже, в плане отношений, мы знаем, что Керсик-Али-Лайд встречалась с Путиным, там приглашали один другого на визиты и прочее. У нас пока или смелости не хватает, или какое-то другое отношение? Ну, и где результат тогда у эстонской страны? Ну, получила бутылку шампанского из Крыма. Но она отправила её обратно. Ну, вот и правильно сделала, потому что это символический подарок, да, саккупирование территории. Я был на этом заводе «Массандра», где делают вина, но не об этом вопрос. Нет, тут Латвия не проигрывает, мы не особенно волнуемся. То, что в отдельных моментах балтийские страны не всегда поступают одинаково, внешней политике тоже нормально. Это подчёркивает то, что какой-то манёвр есть, ну, пусть сделает по-своему. Ну, я поддерживаю точку зрения, что нужно иметь стратегические, по-своему, терпение, стратегические терпения в отношениях с Россией. Мы поддерживаем нормальные соседские отношения, у нас есть экономический интерес. Да, грузооборот транзитный, да, он уменьшился, но всё равно он есть, всё равно торговля есть. Если смотрим в нашем экспорте и в импорте, Россия до сих пор на высоком, там, третьем, второе, третье, четвёртое место, как когда, да, и всё равно это важно. Да, совокупность снижается, российского транзита вообще в латвийской экономике, но стратегическое терпение значит, что мы готовы к хорошим отношениям, но мы не готовы поступиться к каким-то принципам. Для маленьких стран, опять же, в принципе международного права очень важны. У нас нормативная внешняя политика идёт рука в руку с прагматичной. Почему? Потому что для нас руководство права на международной арене важно, иначе большие игроки будут играть только силовую политику. Она и так же, всё равно она есть уже, мы видим, не только Россия так поступает, к сожалению, но всё равно, если нас будут спрашивать, за какую систему мы, мы за ту систему, которая прописана в международном праве. В этом смысле, когда мы вступаемся за Украину, мы вступаемся и за себя тоже, да, и это как будто нормативный подход, вот давайте по праву, с другой стороны, но мы хотим, для нас это чисто прагматично тоже, в то же самое время. Но мы вступаемся, предполагая, что если бы мы не вступили в Евросоюз в своё время, если бы мы в своё время не вступили в НАТО, то с нами мог бы быть такой же сценарий. Да, возможно, да. Конечно, мы не знаем, что было, если было бы, но в целом мы видим, да, что это был правильный выбор, потому что то волнение, которое было в 90-х насчёт процессов России, когда в Западной Европе была такая более, не скажем, наивная, но такая благословная, просто люди хотели верить, что транзит идёт в одну сторону, транзит демократизации в России. Мы тут поближе живём, мы видели, не всё так однозначно, есть риск поворота, и, к сожалению, наши опасения были правильными. К сожалению, лучше было бы, что мы ошиблись. Если Россия была бы демократической страной, так как мы понимаем демократию, Путин тоже говорит, что у них демократия, но у нас различные точки зрения, как это оценивать, мы бы выигрывали, мы бы выигрывали тоже чисто в контактах в человеческом уровне. Мы были даже бы очень хорошими друзьями России, не будем бояться этого слова, но это большое если. И мы выигрывали бы экономически. Конечно, там есть свой чисто прагматичный шаг в этом, то, что они поменяли эти пути транзита на Приморске и так далее, на свои порта, я думаю, Россия. И они говорят, что это не политические вещи. В какой-то мере, не политические, но в какой-то мере все-таки это политика. Все равно. И если бы мы в одном клубе все, мы, конечно, бы выигрывали, но тут вопрос принципа. Безопасность все равно важнее, а экономическая выгода краткосрочная. Но ведь тяжело объяснить, это вот сейчас полторы тысячи людей приходится увольнять из ЛДЗ до полутора тысяч, еще не точная цифра, но пока анонсировали так, именно из-за уменьшения транзита. И многие как раз-таки вспоминают слова, что санкции и то, что мы не всегда свою линию можем гнуть, что это никак не отражается на нас. Но сейчас мы видим, что отражается. И как объяснить, что, ну вот, ребят, вы, простите, вы без работы остаетесь, но как бы нам безопасность превыше всего. Ну, буквально так и есть. Ну, буквально так и есть. Но, но тут большое, опять же, но. Неоднозначно, что из-за латвийской внешней политики по отношению к России мы потеряли все. Например, Вячеслав Домбровский, политик, когда он был еще исследователем, они с Алфом Ванаксом сделали изучение гравитации, транзита и всех совкупностей, всех экономических связей в нашем регионе. Это был где-то 2007, может быть, год, я могу ошибиться. И они посмотрели, что нету missing trade, нету такой... Взаимосвязи? Нету потерянной экономической связи из-за политики. Они, это именно они говорили, что транзит России сама заинтересована чисто по экономическим мотивам, послать по своим, продвинуться по своим портам, по своим путям. Так что мы не можем сказать, что вот мы теряем транзит 100% из-за этой политики. Там сами россияне говорили, нет, это чисто прагматика. Там не черно-белая картина. Но, тем не менее, вот можно ли оставаться соседями и практически не поддерживать экономические связи? То есть вот насколько мы готовы до какой критической точки эти связи оборвать под предлогом безопасности? Ну да, то, что сейчас Ренкевич говорил, когда был этот... Внешнеполитический дебат, да. Да, спасибо. Там были слова, которые Латвия использует уже несколько лет. Как мы делаем, как мы... Давно по-русски не выступал. Слова теряются. Как мы выстраиваем отношения с Россией? Это политика сдерживания, политика диалога. И экономическом блоке коммуникации много. Если вы посмотрите, как общается Министерство экономики, особенно Министерство связи с Россией на своем уровне, там, если посмотрите визиты, именно в года после 2014 года все время что-то происходит. Есть коммуникация, нет. Так что коммуникации нет на самом высоком политическом уровне, потому что там тогда связаны вопросы безопасности и так далее, геополитики. Но на уровне Министерства, Министерство иностранных дел тоже общается довольно активно с коллегами в России. Я не сказал бы, что нет, коммуникации нет на высшем уровне. Это да. Почти нет. Ладно, раз уж мы Россию затронули, хотелось, конечно, попозже и поглубже, но тогда уже продолжим. Невозможно, конечно, было не заметить на выступление Путина и то, что сейчас там происходит. Многие обсуждают и обсуждают, насколько это важно для Латвии, с учетом того, что это происходит не у нас, а у нас обсуждают это очень много. И в том числе, ну, мы знаем ни для кого не секрет, что у нас информационные поля чуть-чуть отличаются. И, например, в латышскоязычной прессе тоже достаточно активно обсуждается смена Конституции, что там происходит, Путин навсегда или не навсегда. Это из-за того, что Путин – это Путин, или из-за того, что это действительно интересно и важно для зрителей, слушателей, читателей? Ну, это важно. Мы соседи, да, если даже нет общения на высшем политическом уровне, но это важно. Это огромный сосед рядом, да, который влияет на регион и не только, влияет на глобальные процессы в том числе. Но что важно для нас, это путинская система – это только Путин лично или это коллективный Путин? К сожалению, мы видим, это не просто одна личность, да, это система. Система может продолжиться, протинизм может продолжиться и без Путина. Это важно, да, что будет потом. И для Латвии тоже важно, потому что практически мы страдаем от российской пропаганды здесь. Да, это влияет на внутрополитический процесс тоже, потому что люди, которые большинство, и такая часть есть, смотрят больше российские телевизионные каналы, большие, я думаю, там, РТРС и так далее. Но они, когда потом думают о том, о судьбах Латвии, что нужно сделать здесь, и внутренней политики, внутренней, также и внешней политики, они влияют от этих каналов. В этом смысле есть вмешательство в наш политический процесс. Из-за массивности, если просто это был один канал, но авторитарные страны, только авторитарные и тоталитарные страны могут делать синхронность объяснений процессов. Если сейчас в этом утро что-то происходит в России или в мире, российские каналы могут через час дать одинаковую интерпретацию, ни одна демократическая страна так не может сделать. И не нужно, потому что есть плюоризм, менее, да, есть. А в этом смысле, даже если только из-за этого, всё равно нам важно, что происходит в России. Что происходит в России? Да, хороший вопрос. Я думаю, да, в течение пяти лет в России происходит много чего, огромные изменения, но в течение двухсот ничего не меняется. Я не помню. Вот я хотел как раз сказать, что в принципе... Кто-то из классиков сказал. Да, что если вот взглянуть на ситуацию более в каком-то такой исторической перспективе, насколько это, ну вот скажем, то, что вы называете путинизмом, насколько это является каким-то, ну вот именно маркером сегодняшнего дня, а не продолжением, может быть, традиций, ну, ещё и царской России. Это вопрос на миллион, потому что политологи разделяются как бы на две группы, одна группа, когда оценивает политическую культуру, которая влияется от культуры общей. Это не одно и то же, но есть влияние от культуры на политическую культуру, и те говорят, что вот культура почти не меняется долгое время, и в демократии ничего хорошего, там транзита не будет. Те, которые другие говорят, нет, нет, главные институции, законы, и люди в общении, в рамках новых законов демократических, в общении с институтами демократии, они могут поменять, поменять своё уменьшение. Если мы смотрим, как происходил импорт демократии и экспорт демократии по миру, к сожалению, пока мы видим, что всё-таки культура влияет, в этом смысле для России меньше оптимизма тем, которые ожидают, что там будет демократический процесс, с другой стороны, культура тоже меняется, наши ценности могут меняться в общении, потому что мир открыт, и всё равно меняется. Так что молодые люди, которые по призыву Навального выходят на улицу, всё-таки они не путинисты, и в этом смысле есть какая-то тенденция, которая может поменять. Я думаю, много чего поменялось бы, если был плюрализм на больших телевизионных каналах в России. Россия не смотрит телевидение, молодёжь меньше, конечно, но интернет, социальные сети всё равно влияют на телевидение. Клипы там всё равно поступают, мейнстрим строится на ВГТРК, и потом уже распространяется. Мы не знаем, что будет прогнозировать что-то насчёт России, очень опасная вещь, но из-за этого очень интересно её изучать. Ну, то, что мне просто как человеку больно смотреть, это насколько много лжи в российской политике. Это власть лжи в большой мере. Когда Путин выступает, и многие политики российские узнают, что сейчас они хотят изменить Конституцию, в смысле не Путин хочет, но они хотят. И они там смотрят и кивают головами, и потом Зюганов и Жириновский дают интервью журналистам, да, мы хотели, так надо. Ну, это уже не смешно, просто смотреть на, что люди так, такой коллаборационизм режиму. Ну, скажите, вот Зюганов, вот вы сами поняли, и Жириновский, они же как бы представляют партии, которые очень, ну, позиционируют себя как оппозиция власти, коммунисты, как бы оппозиция слева, Жириновский, ну, вот сложно сказать, с какой стороны он всегда, вроде бы, всем недоволен, но тем не менее голосует его партия в самые важные вопросы вместе с Единой Россией. Тут важно, как все выглядит на экране телевизора, потому что власть в России один из пилеров, один из основ и рычагов. Власть в России это масс-медиа. Путин это сразу понял, потому что чисто за то, что Россия большая, вы не можете во время предвыборной кампании подъехать, каждому дому и что-то сказать. Вы должны быть в экране. В этом смысле экран очень важен в российской политической системе. Даже если он не прописан в Конституции, вот им нужно написать, что значит телевидение в российской власти. Это было бы честно. И там важно, что Путин выглядел очень солидно. И тогда должен быть рядом Жириновский и Зюганов. И это одна из их части как бы договора. И поэтому они всегда кивают голову. Коммунисты, конечно, больше показывают, что они больше в оппозиции. И, думаю, внутри они точно больше в оппозиции, чем Жириновский и его люди. Но все-таки это игра. Это не оппозиция, это просто система Путина. Интересно, что будет после этого. они ведь в какой-то момент закончатся. Вот это, по-вашему, это не выхлоп какой-то, ну, я знаю, этот кран, который выпускает пар? Вентиль. Да, Вентиль. Да, конечно, Жириновский забирает, так же, как Медведев забирал недовольствие и давал надежду тем, которые мыслят более демократически и более либерально. Но он, в принципе, обманул их, да. Это было Сани и одна колея, я не знаю, была Путин, вторая, Медведев, это тандем, и просто это был в какой-то мере обман. Потому что я помню, как, что говорили либералы в России во время правления Путина, ну, в смысле, правления, когда он был президентом, правил все равно Владимир Путин, но эти ожидания, ну, это было просто, чтобы они успокоились, чтобы была надежда, вот-вот-вот, Медведев, может быть, пойдет на второй срок. И то же самое с, да, Жириновский дает какой-то, те, которые недовольны каким-то решениями Владимира Путина, пусть голосуют за Жириновского тогда, ну, и что потом? Потом Жириновский проголосует за Путина, вот и все. Вот многие после выступления Путина и всех вот этих решений, заявлений Медведева, что распуск правительства, обратили внимание, что, во-первых, был проведен анализ реакции Медведева, что он был недоволен, обижен и прочее. И на второй, по-моему, день Медведев отписался в Инстаграме, единственное, на кого он был подписан, это на правительство России, и все обратили внимание, что Медведев отписался от странички правительства России и поменял свою должность. Я смотрел эти новости, когда, и тоже оценивал лица, это чисто кремлинология, это то же самое, что было во время холодной войны, потому что социология непонятна, какая в России, потому что люди при авторитарных режимах стараются не сказать то, что думают, мы не совсем понимаем, что там происходит, даже если читаем то, что Левада, показывает. Но и кремлинология вернулась в том смысле, что было во время холодной войны. Люди смотрели, кто стоит там на Красной площади, кто стоит рядом с генсеком. Потом смотрели, кто несет гроб, кто первый и второй, кто несет гроб, когда кто-то ушел в другие поля. И сейчас почти то же самое, мы оцениваем, как Медведев. Почему? Потому что Путина удается принимать важные решения в очень узком кругу. У них удается держать язык за зубами и они умеют сделать так, что это сюрприз. Крым был сюрприз не только для нас, но и для многих россиян, в том числе политические элиты. И то же самое сейчас. Да, они могут. Медведев, я смотрел, но пусть психологи оценивают. Мне показалось, что он был недоволен, но это только субъективный взгляд. Что там внутри, может быть, когда-то мы узнаем. Это было бы здорово, если Медведев и Путин когда-то написали мемуары настоящие, то, что они точно думали. Но я не уверен, что мы дождемся чего-то такого. Но это было бы бестселлер, это было бы что-то. Вы упомянули русскоязычные российские каналы, которые имеют влияние на нашу среду. Об этом речь идет тоже многие годы в рамках безопасности. И когда-то, например, общественное телевидение на русском языке русскоязычное возникло именно на фоне того, что нам нужна какая-то замена для того, чтобы как-то противостоять российским каналам. При этом мы понимаем, что есть интернет, и когда, например, Латвия запрещает трансляцию из-за каких-то слов Соловьева, те, кто даже не знал, кто такой Соловьев, полезет в интернет смотреть, кто это, что это, насколько это действенная мера запрещать что-то, потому что мы понимаем, что интернет, и кто хочет, тот найдет все, что он пожелает, и насколько мы с русскоязычными СМИ можем здесь, и надо ли их поддерживать, можем ли конкурировать. Да, я думаю, важно, если мы думаем о том, как противостоять российской дезинформации, важно не думать, что один шаг решает все, и когда кто-то говорит, что давайте делать это, не надо, или что-то другое, не надо нападать и говорить, но это всего не решит, ну да, всего не решит, но решит что-то, и так я смотрю тоже на запрет, на запрет отдельных телевизионных каналов, во-первых, РТРС, например, это не медиа, это не масс-медиа, так же как спутник, не масс-медиа, спутник как часть Rush Today, Россия Сегодня, Арты, канал и спутник, они часть это, ну, не нового уже, уже несколько лет, как системы, института, у них написано, что они должны работать на благо внешней политики России, это значит, они занимаются публичной дипломатией, если сказать так прилично, ну, значит, публичная дипломатия всегда связана внешней политикой, хорошо, что они не прячутся, они честно это сказали, но это даёт нам тоже право их так оценивать, что они часть внешней политики, они масс-медиа, да, и там пропаганда, если я включаю там программу Соловьёва и так далее, я там найду почти, почти, я не говорю каждой программе, но почти каждой программе hate speech, это разжигание розничной ненависти, особенно к украинцам и не только, так что закрыть можно, но нужно работать с media literacy, это люди должны в школах изучать, что такое манипуляция на масс-медиа, не только для российских масс-медиа, но чтобы правильно оценивать то, что в Латвии тоже происходит, это не медиаграмотность, да, медиаграмотность, это одно и усиление своих масс-медиа, эстонцы сделали на русском языке телевизионный канал, он не входит, чтобы делать альтернативу на русском языке, чтобы не было только кремлевской интерпретации, но было что-то местное на русском языке, эстонское, и что они не входят с этим каналом даже десятку самых популярных каналов в Эстонии, по крайней мере, так было раньше, сейчас я не смотрел перед передачей, Артем Троицкий, который сейчас живет в Эстонии, он тоже, он оценивал на новом мероприятии это канал, он сказал, плохо, я помню, он упрекал, он говорит, вы там ничего про Путина не можете сказать честного, они, может быть, слишком осторожны, и как бы, я думаю, нужно оценивать свою аудиторию, нужно, чтобы между новостями пела Пугачева и так далее, развлекательная часть должна быть внутри больше, если делать, как, например, телевизионный канал «Дождь», хороший канал, но они, он классный, но для узкой части аудитории, ну пусть будет, они могут так делать, но просто софт-пауэр, мягкая сила, работает на массы, а на массы популярная культура, популярный элемент должен превалировать, это чисто из теории тоже, если это упускать, влияние будет, но очень маленькое, то же самое, мы не можем в Латвии сделать что-то суперогромное, которое сможет, у нас просто денег на этого не будет. Типа проекта «Голос» или «Танцы со звездами» или что-то, что любят. Чисто по финансам, авторитарная страна, им все равно, что народ скажет, что газификации 65% или сколько в России, они могут большие ресурсы поставить на это, потому что авторитаризм невозможно без пропаганды, без лжи, демократия может прожить без этого и должна, авторитаризм не может, и в этом смысле мы проигрываем, но в пропаганде, конечно, авторитаризм более эффективен. Мы сложные ситуации. То есть для привлечения аудитории русскоязычные каналы в Балтии могут транслировать Пугачёву между качественными новостями. Да, это метод, это сработало бы. Хотя вот есть ведь в России и вот вы уже упомянули телеканал «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы», которые, кстати, вот на радиоболтком часто программы и новости идут. Вот эти, в принципе, канал, они всё-таки ведь достаточно объективные. Да, они качественные, «Эхо Москвы». Я смотрю иногда «Арт-Виа» и телевизионный канал тоже, где «Эхо Москвы» идёт. Но опять же, они, да, хорошо, что есть возможность, но они дают тоже возможность кремлю говорить, что, видите, у нас пульверализм, вот «Газпром» там не поддерживает, это их акция. «Эхо Москвы», да. Но вот у нас пульверизм, но опять же, это не электорально существенно, да, насколько огромная часть, всё равно должен быть один большой телевизионный канал в России, как минимум один. Дождь не видят многие в России, да, а в настоящее время «Current Time», что американцы сделали, тоже в России не видят, да, большинство, может быть, кто-то там по кабелям и так далее. Должно быть среди этих пять больших каналов, два или один должен быть с атернативным взглядом, вот тогда мы посмотрим, насколько Путин будет популярен, между прочим. Его популярность сделали чисто на телевидении. Вам часто приходится, например, программы с Соловьевым смотреть или какие-то там вот дискуссии 60 минут или какие-то? Я уже себя меньше мучаю сейчас, это просто мучительно. Но приходится периодически? Потому что я знаю, что у вас много всего. Я смотрю из-за того, что я изучаю российскую пропаганду, я должен смотреть. Время это время. Я раньше смотрел больше, но сейчас просто мне жаль себя, потому что там сложно смотреть без каких-то эмоций абстрактно, потому что те люди, которых я раньше оценивал как хороших кинорежиссеров, актеров и так далее, для меня это смотреть на моральную деградацию людей. Это неприятно. Из-за этого я себя не особенно мучаю. Я просто смотрю тенденцию, о чем они хотят, чтобы мы подумали сейчас и какой тренд. Но большинство одно и то же. Об Украине говорят, как будто это внутриполитический вопрос. Это тоже же показатель. Из теории медиа это сколько времени отдается на какой-то вопрос. Какой последовательный вы ставите свои эти сюжеты. Это уже показатель насчет украинского вопроса в России. Они говорят о нем так много. Было бы здорово, если не о российских проблемах говорить так много. У нас времени уже не так много остается, а вы все-таки исследователь восточноевропейской политики, так что может быть про Россию можно конечно долго-долго, но и другие темы тоже хочется затронуть. Визит Лукашенко ожидается в скором времени. Крещенец Каринж был с визитом в Минске. Что это означает? И мы знаем, что Лукашенко тоже такие достаточно едкие фразы себе позволял, вот в том числе после того обращения Путина, как-то он тоже так и не совсем приличные фразы по поводу кого в какую позу поставили и кто кого там обманул и прочее. В общем, Лукашенко себе позволяет какие-то высказывания периодически в сторону России. И вот сейчас визит с Латвией, что все это может означать? И имеет ли это какое-то значение или мы себе так вот считаем, что это что-то может значить? Ну, это имеет значение, потому что не так много стран открыт для Лукашенко в Европейском Союзе. Хорошо, там Австрия, может быть, еще кто-то и мы. У нас есть свой интерес, у нас есть порта, особенно если мы смотрим на потерю грузов из России, да, нам интересны грузы из Белоруссии и в Беларусь, да, как бы в обе стороны. И Лукашенко начал говорить с большими буквами уже сразу после 2014 года, после аннексии Крыма. Волнение было не только в Беларуси, но и в Казахстане, даже в ближайших соседях, партнерах, ближайших партнерах по интеграционным проектам СНГ, даже в них было волнение, Лукашенко даже не надевают больше вообще в Беларуси, когда 9 мая, они не надевают Георгиевскую ленточку. Чисто маленькая деталь, но существенная. Опять же, если смотрим на политику в экране, важно, что там за ленточка, у них белорусского флага краски. И что было в целом, какая была стратегия коллективного Запада по отношению России и Беларуси, в чем была разница. С Россией строили отношение engagement, это вовлеченности, вовлеченности, тесные связи, чтобы Россия стала более предсказуемым игроком на международной арене, чтобы она была тем игроком, который способствует международной безопасности. И что случилось с этим engagement? Россия стала таким провайдером безопасности? Нет, наоборот. Все равно она деструктивно влияет на безопасность на международном уровне. И что с Беларусью была коллективного Запада политика? Это была нормативная политика, это была соседская политика Европейского Союза, вы делаете реформы, мы вам даем деньги. Это политика соседства Европейского Союза. И что? Реформы, если нет, не дает, нет engagement, ничего, почти нет. И что? Беларусь стала более демократичной? Нет. Ну тогда может быть поменять стратегию, может быть с Россией более нормативной и с Беларусью больше общения. В этом смысле Латвия, не только Латвия, а американцы тоже уже смотрят по-другому на Беларусь. И в этом тренде визит президента Беларуси нормальная вещь, я поддерживаю, давайте. Конечно, не будем забывать, что они связаны в ОДКБ, организации коллективной безопасности, договор коллективной безопасности России, мы не будем наивными в этом плане, мы не забудем тоже, что в 90-х годах оппоненты Лукашенко пропадали, просто буквально, но мы не пойдем на компромиссы нашей оценки, что такое демократия, но мы будем поддерживать нормальные отношения, мы заинтересованы, чтобы Беларусь была самостоятельным игроком, но у Лукашенко очень мало места для вновра, просто Россия держит их очень крепко, экономически, если они поднимут цены на газ и на нефть для Беларуси, они могут пойти на коллапс в течение года или 6 месяцев, если полностью что-то там закроют, и Лукашенко понимает, у него сложная ситуация, маневр сделать, когда экономика Беларуси не реформирована, 70% всех рабочих мест связаны с государственными компаниями, это чисто постсоветская страна в буквальном смысле, они не могут даже быстро ориентироваться на запад, если бы захотели, и для России, я думаю, для Кремля, они для себя все решили, что балтийские страны ушли, вот другие не уйдут, Грузия, когда приблизилась к вступлению в НАТО, что случилось там, война, восьмой год, Украина подошла к социальному договору, война, я думаю, в этом смысле очень сложно там все, очень сложно, мы, я не смотрю так, что там что-то быстро поменяется, но давайте сотрудничать и потом посмотрим. Скажите, вот вам не кажется, что как раз изменение, вот предложение по изменению Конституции в России сейчас эта тема поднялась именно после того, когда Лукашенко занял очень твердую позицию, многие рассматривали схему, что объединение двух стран позволит Путину, как бы став президентом сразу этого объединения, таким образом обыграть ситуацию с невозможностью третьего президентского срока, когда это стало по-другому, тогда пошел другой вариант. да, есть сценарий, я не думаю, что он из самых, самый реальный из всех сценариев для Госсовета, потому что вопрос, что будет объединять Госсовет, это будет тогда орган над двумя странами, это возможно, но я сомневаюсь, но это да, сценарий был такой, что и тогда Путин, например, в Госсовете и не просто руководить Россией, но руководить союзным государством, но сложно с Белоруссией, это не Крым, нельзя вот так просто его съесть, это непросто. У нас буквально две минутки уже остается, хотелось бы про вас тоже поговорить, вот вы и сами говорили про то, что информационное поле надо правильно оценивать, ваш твиттер, если посмотреть, историю с Кирштейнсом, вы слышали наверняка Робалтика, которые сделали на него расследование, сказали, что у него фейк-ньюс, но фейк-ньюс в нашем понимании это совсем неправда, но вот господин Кирштейнс говорит, что там, если он ретвит делает какой-то там забавной новости, то это, ну, он так шутит. У вас тоже, в общем-то, если посмотреть ваш твиттер, есть, например, запись, которую вы ретвитили в рамках конституционной реформы Москва будет переименована во Владимир. Вы это относите, вот это же тоже такая, как с Кирштейнсом можно сказать, историю на грани. Я не могу и не знаю, как у Кирштейнса, потому что я не изучал его твиттер, да, я иногда вижу его твиттер, но о нем ничего не могу сказать сейчас, но о себе, ну да, это чисто шутка, конечно, я ведь не думаю, что переименована в Владимир. Но вы не, а кто-то, возможно, посчитает, что действительно правда. Пусть тогда она пишет мне, я объясню, что я пошутил. Ну, это, тут настолько явно, что это шутка, я думаю, тут вопрос не появляется, потому что вопрос появляется там, где непонятно. Человек, он сейчас это сделал с иронией, и не он может быть верить в это. Вот там тогда, ну, можно смотреть тоже на лайки и так далее. Там, ну, ничего, конечно, нужно быть, опасаться. Я иногда ошибался, да, я буду честным, да, да, я изучаю пропаганду, но, я иногда что-то перетвитнул или поставил лайк на что-то, что потом я подумал, нет, надо было проверить по-настоящему. Иногда потом проверял, я убирал, да, и даже изучая пропаганду, все равно опасно, да, в этом смысле нужно, потому что не всегда есть время, и все, что-то похоже на правду, и хочется там или твитнуть, или поставить лайк, но нужно как бы, ну, давай, может быть, еще проверим, но нет времени опять проверять, но, так что люди могут ошибаться, надо быть осторожным, вот и все. Новая консервативная партия, вы были кандидатом в депутаты на Европарламенте, почему новая консервативная партия? Ну, это мои ценности, скажем так, да, борьба против коррупции и в целом консервативные ценности, это мои ценности, просто я как политолог старался всегда их не показывать, так бы, но все равно ИЕПС, люди ведь уже видели, что мой коллега Иварс ИЕПС, который у меня хорошее отношение за работу вместе в университете и моей учебы раньше в университете, он, там ведь тоже мы чуть-чуть чувствовали, да, но там в либеральную сторону идет больше, да, но мы стараемся, но, понимаете, не всегда, не всегда возможно быть вообще как бы супер со стороны 100%, так что вот так, но я хотел тоже сказать, что сегодня я выступал не представляя партию, все, что я сегодня сказал, это мое личное мнение. Ну вот а где политолог может состоять вообще в партии или он должен быть вообще вне, насколько вы можете состоять в партии и будучи приверженцем ценностей вот этих, все равно какие-то, может быть, не... Своё мнение. Да, своё мнение, скажут, которые не всегда совпадают. Да, это хороший вопрос, важно, чтобы была эта реплика, что только что я сказал, я сейчас говорю со стороны партии или лично со своей... Сегодня тут я выступал лично с своей точкой зрения. Но вопрос хороший. В Соединённых Штатах культура центров исследования и связи между академических структур и политикой, она более тесная, и люди идут как бы по такой ротации. Люди из Академии, из Академии, они идут в политику, работают там и дают какой-то вклад, потому что помогают с теорией. Потом, опять же, те, которые в практике, идут опять же в какие-то центры исследования и помогают теоретикам, потому что показывают практику. В этом смысле это обогащение двухстороннее, это хорошо и правильно. Но, чтобы, понимая, как в Латвии ситуация, я ушёл, поэтому я бросил этот пост директора центра исследования в источной европейской политике, чтобы мои коллеги могли работать независимо, и никто не подумал ничего. В этом смысле я отошёл от этого. Я сейчас частный политолог, моя экспертиза никак не поменялась насчёт России, Белоруссии и так далее. Как я изучал, как я думал, это всё продолжается. Партия не может на это повлиять. Скорее, я постараюсь, если будет другая точка зрения у коллег, повлиять на их мнение, я это разделяю, но в этом смысле да, лучше делать или одно, или другое. Но для нас важно, что вы всё-таки состоите в новой консервативной партии, потому что к нам не хотят приходить за последний год. Я не упущу возможности в очередной раз об этом сказать, что ни Юра, с которого мы звали, ни Юта Стрики, ни господин Бордон, с которого мы очень-очень ждём и зовём, всё равно к нам не приходят, к сожалению. Ну, спасибо вам, что вы пришли и поговорили с нами экс-директор Центра исследования восточно-европейской политики, эксперт внешней политики, политолог Андрей Скудерс. Спасибо вам. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. Спасибо.